Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот таких вот два стиля. Обратите внимание, в первом у нас опускается листик с зеленым контуром, а во втором у нас листик идет с тенью. Причем в середине листика у нас просматривается фон, который стоит под фотографией. Вот еще раз второй вариант, листик с тенью. Для того, чтобы сделать такие стили, нам нужно воспользоваться прежде всего фотошопом. Поэтому я запускаю программу фотошоп и сейчас мы с вами сделаем дополнительный материал к этому стилю. Сейчас пока загружается программа. Я открываю файл, вернее создаю. Как всегда, для того, чтобы это работало в ProShow Producer, я беру 1280 пикселей на 720. Ок. Весь дополнительный материал вы можете скачать на моем сайте. Адрес сайта вы можете увидеть в водяном знаке или в описании к этому видео. Итак, теперь я открываю те листики, которые нам нужны. Открыть. Вот у меня есть папка. Вот первый листик, который нам нужен. Я его открываю. Можно, в общем-то, оставить его как есть, не переносить в наш документ, но нам нужно его немножко изменить. Нам нужно сделать из него маску. Для этого мы заходим в выделение, загрузить выделенную область. Здесь ничего не меняя, нажимаем ОК. Видите, выделился наш весь листик. Теперь мы добавляем новый слой. Нажимаем левой кнопкой мыши на вот эту кнопку. Стоим на новом слое и заливаем его белым цветом. Если у вас здесь какой-то другой цвет стоит, значит вы нажимаете вот здесь пипеткой. Выбираете инструмент «Заливка» и заливаете. Вот появился наш листик. Теперь мы можем выделение отменить. Заходим в выделение. Отменить выделение. Вот этот слой нижний мы можем отключить. И вот эту маску нам теперь нужно сохранить. Заходим в файл «Сохранить как» и сохраняйте в свою папку с расширением PNG. У меня он уже есть, вот он. Я его сохранять не буду. Этот я закрываю, он мне больше не понадобится. Теперь открываем другой листик. Файл «Открыть». Вот тот, который будет у нас в стене. Естественно, у вас могут быть совершенно другие листики, которые вы будете использовать в своей работе. И, скорее всего, у вас он будет не один. Можете несколько разных использовать. Это уже на ваше усмотрение. Я просто, чтобы не загромождать наш стиль большим количеством листиков, покажу только на одном. Итак, мы открыли другой листик. Делаем точно такие же операции. Заходим в выделение. Загрузить выделенную область. Загрузили. Добавляем новый слой. Заливаем его белым цветом. И вот у нас появилась новая маска. Этот мы отключаем нижний. Выделение мы отменяем. И сохраняем точно так же, как и первый листик. С этим мы справились. Теперь нам нужно еще сделать верхнюю зеленую маску. Я захожу в файл. Открываю фотографию, которая будет у нас выезжать с детьми. И с этой фотографии я взяла вот этот зеленый цвет. Я выбираю пипетку. Щелкаю на вот этом цвете. Ну, какой-нибудь из них. Он может быть чуть светлее, чуть темнее. Это не важно. Беру инструмент заливка. Перехожу на тот документ, который мы будем использовать. И заливаю его вот этим зеленым цветом. Поскольку нам весь этот слой не нужен, мы можем вот здесь вот обрезать какую-то часть. Для этого я беру инструмент прямоугольная область. Вот так какую-то часть выделяю. И нажимаю на клавиатуре клавишу DEL. Все. Можно теперь выделение отменить. Снова заходим в выделение. Отменить выделение. Теперь, чтобы хорошо было видно, нам нужно уменьшить прозрачность этому слою. Мы заходим вот сюда в непрозрачность. И уменьшаем примерно вот так. Где-то 50-60%. Можно переместить фотографию. Берем инструмент перемещения. Перемещаем ее сюда. Ставим вниз. И смотрим. Видите, она, в общем-то, видна. Вот так. Можно уменьшить, еще меньше сделать. Давайте поставим 50%. Вот так будет лучше видно. И чтобы теперь эта прозрачная область как-то у нас отделялась от основного фона, давайте сделаем здесь вот как бы кантик. Я беру инструмент кисть, захожу вот сюда. Смотрим, у нас здесь 5 пикселей стоит. Меня это устраивает. Берем жесткую кисть. Немножечко уменьшаю документ колесиком мышки. Вот так. Теперь нам нужно обязательно добавить новый слой. И на этом новом слое сверху вниз проводим линию. Чтобы она была ровная, зажимаем клавишу Shift. Вот у меня появилась линия. Ну и теперь можно этой линии придать объем. Для этого становимся на слой с линией. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем параметры наложения. Вот здесь я выберу тиснение. Видите, сразу у нас появилась вот такая вот как бы даже граница. Можно оставить так. Можно тут немножко поиграться с разными настройками. Можно взять вот этот вариант. Ну вот давайте остановимся на этом. Ок. Только почему-то у меня получилась линия все равно меньше. Хорошо. Мы можем тогда ее немножечко, то есть масштабируем. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. И вот эту линию мы немножечко увеличим и подвинем. Вот так. Теперь у нас точно она будет от начала до конца. Нажимаем клавишу Enter. И вот наш полупрозрачный слой готов. Теперь нам нужно сохранить его вот в таком виде. И потом применить в программе ProShow Producer. Вы заходите в файл, сохранить как. Тут тоже выбираете расширение PNG и сохраняете. У меня он уже есть, поэтому я этого делать не буду. Итак, здесь мы все сделали. Теперь мы можем переходить в программу ProShow Producer. Плюсер. Становимся на ленту со слайдами. Правой кнопкой мыши нажимаем на слайд. Вставка. Добавить пустой слайд. Переходим в параметры слайда. И добавляем наши слои. Нажимаем на плюс. Добавить изображение или видео. Первым у нас будет фон. Вот он. Я его добавляю. Стоя в эффектах, нам нужно его растянуть до формата нашего видео. Поэтому здесь я раскрепляю вот этот замочек. И просто тяну линейный масштаб. Теперь, стоя на первом ключевом кадре, нажимаем правую кнопку мыши. И выбираю скопировать следующий ключевой кадр. Фон у нас готов. Теперь добавляем фотографию. Выбираем нашу фотографию. Давайте ее немножечко уменьшим. Придадим ей движение, то, которое нам надо было. Ну вот, к примеру, я сейчас особо останавливаться на фотографии не буду. Вы уже будете вставлять свои, и те, которые вам по вкусу, и двигать уже так, как вам будет угодно. А я сейчас просто сделаю какое-то минимальное движение для этой фотографии. Итак, в первом ключевом кадре она у меня будет за пределами экрана. а второй и третий вот она будет стоять вот здесь. Установлю время ключевого кадра. Поставлю здесь 10. а переход пока оставим 0. И фотография у нас будет выходить не с самого начала, а где-то со второй секунды. Поэтому первый ключевой кадр я переношу на 2 секунды. Второй поставлю на 5. и остальное время он у нас стоит. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас выезжает фотография и стоит. К этой фотографии вы можете добавить виньетку, какие-то еще эффекты. Это уже на ваше усмотрение. Сейчас мы на этом останавливаться не будем, потому что у нас немножко другая задача. Добавляем следующий слой. Следующим слоем у нас идет полупрозрачная маска. Вот я ее добавляю и тоже придам ей движение. Вот это ее окончательное положение, а в первом ключевом кадре мы подвинем ее влево. Вот здесь выровняем, поставим 0. И смотрим, что у нас получилось. И она движется очень медленно. А нам нужно добавить еще один ключевой кадр. Поэтому я остановлюсь на второй ключевой кадр, добавляю еще один. Теперь мне нужно встать на третий ключевой кадр. Нажимаю правую кнопку мыши и копирую в предыдущий ключевой кадр. Ну и пусть он у нас так и стоит. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот идет наш корректирующий слой. Фотография. И все отлично. И теперь начинается самое интересное. Нам нужно сюда добавить листики. Добавляем новое изображение, то есть нашу маску с листиком. Вот она. Открываем ее. Уменьшаем до нужного нам размера. И придаем ей движение. Сначала я скопирую это в первый ключевой кадр. Добавлю еще несколько ключевых кадров. И выставлю движение. Ну вот. Пусть где-то отсюда будет начинаться. Ну и примерно ключевые кадры распределю равномерно. Вот так. Становлюсь на первый ключевой кадр. И вывожу его за пределы нашего экрана. Пусть он будет здесь. Перехожу во второй ключевой кадр. Ставлю его вот сюда. Можно повернуть. Это все на ваше усмотрение. Как хотите, так и сделайте. Движение вы настраиваете такое, которое вам нравится. Третьим ключевым кадром я, допустим, вот сюда его поставлю. Тоже можно повернуть. Четвертый ключевой кадр здесь. И пятый. Пусть он вот сюда вот уходит у нас. Тоже с поворотом. Вот так можно его оставить. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Выезжает корректирующий слой. Появляется фотография. И вот летит наш белый листик. Чтобы этот листик показывал нам фон, который стоит под фотографией, нам нужно назначить его маской. К этому фону. Как это сделать? Становимся на слой с фоном. Дублируем его. Нажимаем правой кнопкой мыши. Дублируем дублировать слой. Переносим его под маску с листиком. Нажимаем на вот этот треугольник и переносим вверх. Становимся на слой с листом. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем использовать как маску. И смотрим, что у нас получилось. Вот появился листик и он показывает нам наш фон. Это именно то, что нам нужно было. Мы можем еще сделать дополнительный кантик для этого листика. Зеленый. Становимся на слой с листом. Дублируем этот слой. Ставим его вниз. Сделаем его немножечко больше по размеру. Становимся на первый ключевой кадр. Вот его масштаб 22%. Мы давайте сделаем... Ну, пусть будет 26. Точно так же во всех остальных ключевых кадрах мы поменяем на 26. Я это делаю вручную, чтобы не сбить все остальные настройки. Видите, наш нижний листик стал немножко больше. И теперь нам нужно поставить под него цветной слой. В данном случае зеленый. Я нажимаю на плюс. Добавляю цветной слой. Выбираю его цвет. Ввожу тут значения. Те, которые у нас были в фотошопе. Вот он такой у нас ярко-зеленый цвет. Теперь этот слой нам нужно поставить под слой с листиком. Вот. И вот этому слою, листу, назначить маску. Нажимаем правой кнопкой мыши. И выбираем использовать как маску. И давайте посмотрим теперь, что у нас получилось. Вот появился наш листик с зеленым контуром. Это именно то, что нам нужно было. Естественно, контур вы можете сделать чуть больше, чуть меньше. Это не играет никакой роли. Итак, первый стиль у нас готов. Давайте теперь сделаем второй, чтобы листик у нас имел не контур, а тень. Чтобы не делать все заново, я возьму этот же слой, скопирую в следующий слайд. Для этого нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю копировать. Становлюсь на второй слайд, нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю вставить. Вот у нас появился второй, точно такой же слайд. Заходим в параметры слайда, удаляем слои с листиком. Вот основа у нас готова. Теперь сюда мы добавим другой листик и придадим ему тень. Нажимаем на плюсик, добавить изображение. Вот у нас маска второго листика. Открываем ее. В принципе делаем те же самые движения. То есть настроим сначала движение этому листику. Давайте я возьму здесь три ключевых кадра. Первый у нас за пределами. Второй где-то вот здесь, пусть будет и третий вот здесь. И тут он у нас останавливается. Тоже можно его покрутить, повертеть. Я уже не буду на этом останавливаться. Я думаю принцип вы все поняли. Немножечко сдвину начало появления этого листа. Вот так. Снова копирую слой с фоном. Нажимаю правой кнопкой мыши, дублировать слой. Переношу его под слой с листиком. И назначаю листик маской. Использовать как маску. То есть это точно такие же все действия, как в предыдущем слайде. Вот мы можем посмотреть. Здесь ничего сложного нет. Вот появился листик. И вот он ушел на свое место. Давайте только сделаем так, чтобы мы его видели в самом конце. Пусть он остановится. Поэтому я остановлюсь на третий ключевой кадр. Добавляю еще один ключевой кадр. Возвращаюсь в четвертый. И копирую в третий. И таким образом он у нас будет стоять на вот этом промежутке времени. Чтобы придать тень этому листику, мы делаем почти то же самое, что и с листиком контуром. Мы стоим на слое с листом. Дублируем его. Опускаем его вниз. Добавляем цветной слой. Но только здесь выбираем не зеленый, а черный. Я ввожу здесь цифры черного цвета. Выбираю его. Нажимаю ОК. Опускаю этот слой под листик. И назначаю листик маской. Становлюсь на слой с листом. Нажимаю правую кнопку мыши. Использовать как маску. Теперь нам вот этому слою маски нужно добавить еще размытие и прозрачность. Здесь вы выбираете то значение, которое вам больше подходит. Ну, я выберу вот где-то 36 размытие. И где-то, пусть будет 50, можно даже вручную ввести прозрачность. Это мы должны сделать на всех ключевых кадрах. То есть здесь устанавливаем 50, здесь 36. То же самое здесь и в первом ключевом кадре. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот появился наш листик. И не очень хорошо видна тень. Давайте попробуем еще его немножечко увеличить. То есть здесь мы поставим не 31, а поставим, ну, пусть 35 даже. Тоже во всех ключевых кадрах. И посмотрим, что теперь у нас получилось. Вот, видите, какая хорошая, шикарная тень у нас получилась от этого листика. Вот основные моменты, которые мы с вами сегодня изучили. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот первый слайд, в котором мы делали листик с контуром. А листик просвечивает у нас фон нашего слайда. Во втором слайде мы сделали почти то же самое, только наш листик имеет тень. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.